Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 29 марта и посмотрим, что на текущий момент происходит и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар началась тенденция нисходящая, коррекционная. Вчера мы смогли закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы 27 марта. Цели по снижению отмечаем в области 1.2237. Возврат к покупкам будем отслеживать в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимум вчерашней торговой сессии, которая находится на уровне 1.2420. Далее, пара британский фунт и американский доллар сегодня с утра торгуются вблизи уровня поддержки на отметке 1.4071. Если британскому фунту удастся закрепиться ниже данного уровня, то вероятен также переход к коррекционному нисходящему движению с предполагаемыми целями снижения до 1.3770. Ну а возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальной значения вчерашнего дня на уровне 1.4199. А пара американский доллар, канадский доллар вчера смогла закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы 27 марта. Это был уровень 1.2915, что нас переводит в фазу восходящего движения по данному активу с целями роста на 1.3120. Данный сценарий будет являться актуальным до тех пор, пока мы торгуемся выше минимума вчерашней торговой сессии уровня 1.2862. По паре американский доллар, японская иена, тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста это, во-первых, обновление максимальной значения вчерашнего дня и далее движение на 1.0782. Среднесрочные цели уже находятся в области 1.10. Отмена данного сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальной значений, которые были зафиксированы 27 и 28 марта на уровне 1.0532. Пара австралийский доллар, американский доллар также переходит в фазу нисходящего движения. Мы смогли закрепиться ниже минимумов, ниже области поддержки 76.83 и начинаем двигаться по направлению нисходящему. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока австралийский доллар торгуется ниже уровня 7701, максимум вчерашней торговой сессии. Цели по снижению ближайшая это область 75.41. Еврофунт на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Вчера мы попытались закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы 27 марта. Было это в первой полной торговой дня. Если британскому фунту удастся обновить максимум, то есть идти выше уровня 87.67, то вновь возврат уже к покупкам будет актуален с целями роста до уровня 89.98. Золото продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению это область 1305 долларов за тройскую унцию. А возврат к покупкам будем отслеживать в том случае, если мы увидим закрепление выше максимум вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 1346. Нефть марки Brent на текущий момент преобладает в рамках часового таймфрейма тенденция нисходящая. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся ниже минимума вчерашнего дня. Это область 7024. По индексу DAX на текущий момент покупки сохраняются. Цели роста это область 12433-12766. Ну а далее уже к историческим максимумам. Отмена данного сценария будет в том случае, если мы видим закрепление ниже минимальной значения этой торговой недели, которые были зафиксированы на уровне 11766. По биткоину коррекция продолжается. Цели по коррекции остаются прежние. Это область 7143 доллара за один биткоин. А возврат к покупкам будет актуален в том случае, если мы увидим закрепление выше максимум вчерашнего дня. Это область 8070. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайк к видео, если оно вам нравится. И писать ваши вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok